Всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Тоскана Бэкс. И сегодня, практически под закрытие театрального сезона, я хотела бы обсудить с вами, в чем же ходить в театр. Вообще, раньше для этих мероприятий был уместен исключительно дресс-код, который называется Black Tie, то есть мужчины в костюмах или смокингах, а женщины в нарядных вечерних платьях. Было это более ста лет назад, ведь тогда театр был доступен только высокопоставленным особам. В советское время в театр выгуливали свое самое нарядное платье. Его берегли специально для этих случаев. А вот сейчас театр стал настолько доступным, что кажется, что туда можно отправиться даже в джинсах. Можно, но давайте обсудим, стоит ли. Итак, в первую очередь стоит избегать спортивных элементов одежды. Как правило, это неоновые оттенки, футуристичные принты и, конечно, обилие трикотажных элементов. Вся эта одежда оптимальна для зала и для повседневной носки. И насколько бы удобной она ни была, давайте все-таки оставим театру наши нарядные вещи. То есть я предлагаю взять за правило одеваться от повседневных образов вверх по шкале нарядности. Простой прием, всегда можно сделать выбор в пользу белой рубашки. Добавить к ней акцентные серьги и красные губы. И образ сразу будет выглядеть нарядным. В пару к такому образу я предлагаю взять яркую сумку. Например, вот эту. Выглядит очень элегантно и слегка ретро. Выполнена она из натуральной зернистой кожи. Здесь фурнитура золотого цвета и уреза обработана черным. Эта модель закрывается вот на такие магнитные замки. Внутри у нее три основных отделения и центральная закрывается еще и на молнию. В центральном отделении также есть два кармана. Один из них на молнии. И второй для мелочей открытого типа. А боковые отделения выглядят вот так. Здесь никаких карманов нет. Просто подкладка бежевого цвета. С внешней стороны сумка очень аккуратная, лаконичная. Здесь нет никаких карманов и лишних элементов. В комплекте у этой модели два сменных ремня. Один из них более короткий. Мне кажется, идеально подойдет для театра. Носим сумку вот так в руке. Надеваем на сгиб локтя. Или при необходимости можно надеть на плечо. Размер тоже оптимальный. В комплекте также есть сменный ремень. Он более длинный и регулируется по длине. Поэтому сумку можно надеть как в формате кроссбоди, так и, например, на плечо, просто в более длинном варианте. Стоимость этой модели 7470 рублей. И еще один вариант, который всегда выглядит замечательно и выручит вас при походе в театр. Брючный костюм, к которому можно добавить рубашку, футболку или просто топ. Ну а дополнить этот образ я предлагаю вот такой сумкой-багет. Я выбрала в бордовом цвете, но вы выбирайте под свой костюм. Этот багет выполнен из кожи Софьяна. И у него в комплекте один ремешок. Он несъемный. Является продолжением сумки. Эта модель закрывается на молнию. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Здесь единое отделение. Черная тканевая подкладка. И на задней стенке есть карман, который закрывается на молнию. Выглядит он вот так. Ну а с внешней стороны эта модель мечта-минималиста. Здесь нет никаких карманов и вообще никаких лишних элементов. Конечно, этот ремень позволяет носить сумку в руке. Можно надеть ее на сгиб локтя. Или, например, на плечо. Выглядит она вот так. И стоимость этой модели 7650 рублей. Цвета, кстати, есть разные. Не стоит забывать, что сейчас театр есть не только классический, но и более современный. И на современные постановки, ну и в целом в современные театры всегда можно надеть что-то более модное. И отступить от классики. А вот сумку в пару к какому-нибудь модному образу я предлагаю выбрать более классическую. При этом ее всегда можно украсить. Вот такая модель из зернистой кожи с достаточно короткими ручками. Носим ее в руке или надеваем на сгиб локтя. Итак, давайте заглянем в эту сумку и посмотрим, что у нее внутри. Закрывается она на молнию. Здесь два основных отделения. И они разделены вот таким тканевым карманом. Он также на молнии. Есть и дополнительные карманы. На задней стенке вот такой. Он закрывается на молнию. Закроем. И спереди два накладных кармана. Они открытого типа для мелочей. С внешней стороны сумка выглядит вот так. Ни сзади, ни спереди карманов нет. У этой модели в комплекте смены ремень. Поэтому носить ее можно еще и на плече или в формате кроссбоди. Стоимость ее 7470 рублей. И, кстати, есть еще и более летние цвета. Ну и, кстати, в подборе аксессуаров тоже установлены некоторые правила. Например, стоит избегать очень объемных сумок. Согласитесь, что объемные баулы в зрительном зале выглядят очень неуместно и даже немного странно. Ну а если миниатюрный клатч вам кажется неудобным, то всегда можно найти компромисс. Например, выбрать сумку Toad, с которой вы можете отправиться сначала в офис и затем по завершению рабочего дня пойти в театр. Я выбрала как раз очень аккуратную модель из гладкой кожи. Выглядеть она будет не так громоздко. У этой модели в комплекте единая ручка. Ее можно снять и также можно отрегулировать по длине. Итак, эта модель закрывается на магнитные замочки. Внутри у нее, конечно, красота. Вас встречает красная внутренняя сторона. Это не подкладка, просто обратная сторона кожи. Здесь единое отделение, оно очень вместительное. И есть вот такой карман, тире косметичка, тире кошелек на молнии. Выглядит он вот так. И, кстати, если мы говорим про аккуратность этой сумки, здесь есть специальная фурнитура, которую можно застегнуть. И она позволяет держать форму. Выглядит это все вот так. С внешней стороны здесь нет никаких карманов. И сумка абсолютно лаконичная. Носим мы эту сумку в руке. Можно надеть на сгиб локтя. И, например, также на плечо. Кстати, еще огромный плюс этой модели, что сейчас она идет с приятной скидкой. Стоимость ее 6135 рублей. И в наличии есть большой выбор классических цветов. Кстати, мне будет очень интересно узнать, в чем же ходите в театр вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А у меня на этом все. Сумку к вашим образам вы сможете найти в Toskano Blacks. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у нашего менеджера и также на сайте. Кстати, на сайте доступен полный каталог наших моделей. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами. А по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну что ж, я прощаюсь с вами до следующих роликов. А вы не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok